В Подмосковье был убит один из самых эпатажных украинских политиков, бывший народный депутат Илья Кива. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что это была спецоперация СБУ. Также эту версию поддержало агентство Reuters. Чуть позже гибель бывшего народного депутата подтвердила и спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Но и также есть информация из российских пабликов, пишут о том, что Киве должны были вот-вот предложить должность губернатора Херсонской области, естественно, со стороны России, вместо Сальдо. Его должны были назначить, но не успели. Что вы об этом думаете? Это последнее самое интересное. Это очень похоже на реальную версию. Что просто Кива стал для кого-то очень неудобным конкурентом. Именно если в самом деле ему должны были дать такой пост, то, конечно, те, кто вложил деньги в Сальдо, как известно, он был мэром Херсона. И, как известно, Сальдо – это человек абсолютно несамостоятельный. И вокруг него очень много разных людей. Я думаю, в том числе агентуры украинских спецслужб. То понятное дело, что замена очень в этом плане удобного, достаточно такого кукольного Сальдо на непрогнозируемо опасного, совершенно невменяемого Киву для Украины и для тех людей, которые там функционируют с денежными потоками. А там огромные потоки сегодня, правильно, в Херсонской области. Потому что и Мелитополь, и Бердянск, и линия фронта, и Херсон, и украинская территория подконтролируемая. То есть это всё потоки денег, оружие, всякие запрещённые медпрепараты, торговля людьми, проституция, подпольные салоны, поставки алкоголя и прочее. Это клондай. И тут, представляешь, взяли бы, поменяли уже абсолютно управляемого, на корму стоит и прочее, всех устраивает человечка. На совершенно вообще невменяемого, непредсказуемого. Который бы привёл и сделал ставку на каких-то других. Поэтому, я думаю, просто была совместная, так сказать, лицензия на отстрел. И этот отстрел успешно выполнили. То есть если говорить о том, что серьёзно Киву рассматривали в качестве губернатора, гауляйтера Херсонской области вместо Сальдо, то люди приближённые, ну скажем так, действующие вот этой власти, на Херсонской области, зная это, предприняли определённые меры. Но согласовали. Согласовали. И с теми, и в Киеве, я так думаю, и в Москве, в Кремле. И всех это очень устроило. Очень интересная реакция в начале всех этих главных, там, типа Маргариты и остальных. А та же сказала так, что он просто был, как это она сказала, чужой среди своих и чужих. И поэтому чужим он не нужен был, то есть россиянам. А для Украины это был такой тоже, знаешь, тем более как раз вот в русле поездки в США, вот этих всех неурядиц с получением денег, показать, что Украина будет решительной, что она будет уничтожать своих врагов на любой территории. Вот надо было что-то продемонстрировать. Поэтому Кива, он как бы всем для этого подходил. И поэтому его и шлёпнули. Но прореагировал очень интересно Царёв на это всё. Потому что он сказал, что Кива, что ушёл в Россию, и Россия ему дала. Он же лично к Путину обращался, Кива, и получил всё, что хотел в этом плане. Россия его взяла под защиту, ну так, как и Царёва, да? И получилось, что и того отстрелили, и того, а того застрелили. Царёв говорит о том, что ликвидация Кива – это прямой удар по России. Ну, это по имиджу Путина. Это как раз по Путину, да. Что Путин не может обеспечить гарантии тем, кто его о них попросил. Вот по Путину это такое ему так взяли, как бы туфлем кто-то дал по носу Путину. Что ж ты видишь, показывают всем, что уже хозяин стар. Что он уже не может гарантии давать. Что надо искать новых хозяев. Поэтому вполне возможно, что это произошло, минуя Путина. Тогда выходит, что это сделал кто? Этот самый, как он называется, который говорит, сынка возьмите в президенты. Патрушев? Больше некому. Понимаешь? Кадыров поехал в Саудовскую Аравию и был с Путиным. То есть все такие основные. Естественно, там был и Нарышкин. Шойгу занимается другим. И это военная башня Кремля, Герасимов. А кто был, кто поехал куда-то? Он тоже куда-то поехал, этот Патрушев. Вот самое выгодное, это уничтожение Киевы, это, кстати, для Патрушева. И сделать это легче всего могло, конечно, ФСБ Бортников. Потому как тут вообще без вопросов было. Чего он туда переехал, в этот самый коттедж или где он был каком-то? Там закрытая территория, те, кто проживает, говорят, что здесь мощная охрана, что левых людей здесь не бывает. Ну, это им так внушили. Ну, короче, это уже отыгранная сцена в нынешнее время. Уже через две недели никто про Киеву и не вспомнит. Ну, кстати, Олег Игоревич, вот есть информация о том, что ФСБ уже составило список тех, на кого спецслужбы могут совершить покушение. В ближайшее время советуют нанять охрану, усилить охрану. Ну, сейчас прям все побегут и начнут в срочном порядке искать себе охранников. А помнишь, было, что в Украине тоже так, тоже список опубликовали, кому это угрожает? При Зеленском, когда война начала. Кого там целый список был, если я так, мне память не изменяет. Поэтому это по аналогии. Это все называются лансы-манцы. Это все перформансы для плебса, для биомассы. Биомасса хлеба и зрелищ, понимаешь? Вот и хлеба и зрелищ получают по полной программе. Ну, с хлебом уже напряженка, поэтому надо выходить за счет зрелищ. Вот теперь все топовые новости Кива. Это вытрут об него ноги, потом еще кого-то шлепнут. Опять будет топовые новости. И все. А на самом деле у всех провал за провалом. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ